G20 ждут многие, и мне очень интересно ваше мнение. Как вы считаете, будет ли встреча Байдена и Путина? Ну, потому что президент Зеленский заявил, что если там будет Путин, то его там не будет. Поэтому хочется понимать, как вот ваш прогноз, да, как будет проходить эта встреча, и будет ли там решаться что-то важное и очень серьезное? Ну, на мой взгляд, Путин не поедет. Там для него нет никаких перспектив поездки и возврата с какими-то результатами позитивными для него, для российской глубинки. Абсолютно нет. По многим причинам. Во-первых, он чувствует полную изоляцию, абсолютную. Даже его союзники, казалось бы, такие, как Китай и Индия, тоже открыто говорят о том, что они никогда не поддерживают Россию эскалацией ситуации в Украине, не говоря уже о том, что они, конечно, против применения или даже угроз России применения ядерного оружия. Я не говорю уже о Европейском Союзе и Америке в частности. Он стал нерукопожатным. Ему нет смысла туда ехать. Он уже находится в положении униженного, оскорбленного. Это проявилось и на саммите Шот в Самарканде, где его унизили. Самые лояльные, самые преданные его союзники один за другим. До этого это сделал президент Такаев в Москве, когда он отказался от признания так называемых квази-республик оккупированных России. И потом уже и президент Рахмон Таджикистана также публично критиковал Путина. Там и чиргизы против, Ташкент держит дистанцию от России. Таким образом, он практически, как говорят, издат велкам. То есть его не принимают нигде. Какой же смысл ему ехать туда? Вы помните на одном из последних его участий в ЧИХ-20? Он уехал даже раньше времени, когда его уже там начали не воспринимать позитивно. А сейчас уж тем более. И Зеленский абсолютно прав. Он дал четко понять, что как можно приглашать террориста номер один с угрожающим ядерным оружием на глазах у всего цивилизованного мира ежедневно уничтожающий мирный народ и еще с ним здороваться, приглашать, садиться с ним за стол переговоров. Ради чего? Где же мораль? Есть ли вообще мораль у мировой общественности? В этом вся загвоздка. Поэтому я считаю, он это понимает, он не поедет. Он не поедет. А в целом, ЧИХ-20, вот эти заседания и «семерки», там, вот сейчас с участием Зеленского, и вот эта «двадцатка», конечно, она нужна с чисто моральной точки зрения. И, конечно же, она нужна хотя бы для того, чтобы еще раз довести до тех стран, которые не вовлечены активно в сопротивление Путину, тот же Китай и Индия, они должны понимать, насколько опасно сегодня положение в мире. Мир сегодня на краю пропасти термоядерной войны. Она не исчезла, эта угроза? Абсолютно нет. Если даже есть одна тысячная доля применения Путиным ядерной бомбы, угроза существует. Поэтому надо вполне серьезно принимать это. Там не нужно, знаете, ограничиваться тем, что мы все следим, мы все знаем. Абсолютно нет. Сегодня Путин продолжает шантажировать мир и украинский народ. Особенно в преддверии холодов. Вы обратите внимание, у него фантазия настолько неограничена. Он применяет все. Уже вот идут угрозы о том, что он может взорвать плотину Каховскую, к примеру, и вот уходя из, как говорится, из Херсона хлопнуть дверью. Такое тоже важно, и свалить это все на Украину. Никто не должен это исключать. Он больной на голову, поэтому к этому надо быть готовым. Выход один. Опережение. Надо бить врага по его логову. Вот он стреляет сегодня этими дронами или ракетами из Белоруссии, из Брестской области. Там 300 с лишним километров до Киева, чуть-чуть. Почему ждать надо? Бить по этим местам. Вот он стреляет в Белгородской области, бить по Белгороду. Стреляет из Москвы, бить по Москве. Око за око. Для этого мы должны получить оружие, которое бьет, знаете, от 300 километров до 2 тысяч. Совершенно верно. Хотелось бы. Но вы обратите внимание, мы к этому приходим с опозданием, с огромным опозданием. У меня напрашивается вопрос, сколько еще Украина, бедная, многострадальная, должна потерять народу, мирных людей, женщин, детей, стариков. Столько, что должно быть уничтожено, заводов, фабрик, жилых домов, чтобы потом мир, наконец, похватил сказать «енав из инаф». То есть все, достаточно, давайте что-то делать. Ну, мы же знаем, что будет завтра. Но эти 8, там 10 месяцев разве не дали нам поводу понять, к чему мы идем? Вот это настораживает, это очень расстраивает. Вы знаете, надо что-то делать. Хватит риторики. И вот эти G20, о которых вы заговорили, она не будет иметь существенного действия. Хотя, с моральной точки зрения, для публики она должна вынести какие-то решения, опять общие обтекаемые фразы, формулировки, мы против, мы против. А что дальше? А где действует? Продолжение следует...